Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Требования к предпринимателям в нашей стране обещают максимально упростить, а самому бизнесу планируют дать свободу. Изменения в ремесленничестве, которые скоро должны вступить в силу, оказались неоднозначными, мнение эксперта. Инфляция в марте составила 0,3%. Больше всего подорожали услуги, а цены на продовольственные товары упали. И напоследок конкретные цены на продукты на гомельском центральном рынке. А теперь обо всем подробнее. Требования к предпринимателям в Беларуси обещают максимально упростить, а самому бизнесу планируют дать свободу. После принятия декрета президента о либерализации предпринимательской деятельности, темпы роста бизнеса в стране будут ускорены. Так считает глава департамента предпринимательской деятельности Минэкономики Петр Арушаньянц. Напомню, проект декрета на минувшей неделе был представлен на общественное обсуждение. Специалисты заранее обещают, что материальные и временные затраты при открытии своего дела сократятся. Принятия решений ускорятся, как и темпы предпринимательской деятельности. По словам представителя Минэкономики, все процедуры будут максимально упрощены. Например, декретом будут установлены общие требования для всех по пожарной безопасности и санитарным нормам. По убеждению Арушаньянца, на бизнес давить нельзя. Наша задача – дать бизнесу свободу, отметил представитель Минэкономики. И добавил, что в подобном виде, как в проекте декрета, бизнес не либерализован нигде в постсоветских странах. Продолжаем выпуск. В этой и ряде следующих программ я продолжу освещать тему развития ремесленничества в нашем регионе, в ее экономическом и правовом аспектах. На этот раз наша съемочная бригада пообщалась с руководством Белорусской гильдии ремесленников, а также побывала в Комитете по труду, занятости и социальной защите, где узнала подробности получения безвозмездных субсидий для организации ремесленного дела. Напомню, Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ упрощает условия работы для 11 видов ремесленничества, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. Но, несмотря на некоторое послабление и демократизацию в этом направлении, спорных и неоднозначных вопросов остается много. И объясняется это тем, что при разработке проекта указа были учтены не все рациональные предложения ремесленников. Есть ряд позиций, которые нас, например, очень волнуют. Ну, например, да, ремесленной деятельностью считается валяние, считается вязание. Но по нашим сведениям о том, что сейчас в Министерстве экономики, в принципе, сделали проект указа, да, и он лежит на согласовании, там написано, что изготовление головных уборов и изготовление одежды не будет считаться ремесленной деятельностью. И вот тогда возникает вопрос, если человек связал шапочку, это будет что? Да? А если человек свалял пальтишко, у нас, значит, валяние разрешено, одежда не разрешена. Если я сваляла шляпку, это разрешено будет или не разрешено? Получается, что если ты изготавливаешь ремни, то ты ремесленник. Если ты изготавливаешь подтяжки, то ты уже не ремесленник. Если ты занимаешься, то есть изготавливаешь монетницы, ты не ремесленник. Но, извините, у нас сейчас пошли монетки, это сейчас очень актуально и востребовано. Не видим конкретики. Кстати, мастера декупажа готовы провести для законотворцев специальный мастер-класс с целью доказать, что этот вид деятельности достоин называться ремесленной. Кроме того, по мнению Светланы Гаврильщик, неплохо было бы при разработке новых проектов приглашать заинтересованных лиц. В данном случае ремесленников, которые хорошо узнают все проблемы, нюансы своей деятельности изнутри. И снова возвращусь к тем же монетницам, как к характерному примеру. Важно на законодательном уровне оставлять ремесленникам право на так называемое маневрирование, то есть позволять изготавливать вещи, появление которых диктует время, а не ждать, пока это разрешат официально, в очередной раз изменив закон. Пока изменят, те же монетницы уступят место чему-то еще и опять придется ждать. Согласно новому указу, ремесленникам возвращают право продавать свои изделия через интернет. Но и тут, оказывается, пока не все так прозрачно и понятно, как хотелось бы. Как только запретили продажу в интернете, а люди себя позиционировали как мастера и выставляли свои работы, в интернете, конечно же, сразу пошла череда штрафов тем людям, которые выставляли свои работы. Слава богу, сейчас это как бы убрали, но опять же, как это будет контролироваться, мы еще не знаем. Они разрешили. А каким образом? Можем выставлять цены, можем напрямую продавать. Нет. То есть это опять еще вопрос, мне кажется, он еще не разрешим. Просто разрешили продавать, не объяснив как, это еще тоже ни о чем. Кроме информационной поддержки в задачи гильдии мастеров и ремесленников входит помощь в продаже товаров, популяризации их деятельности, а также содействие сохранению некоторых уникальных техник ручной работы. Но тут очень важна поддержка государства, которое может создать постоянно действующую площадку для организации торговли ремесленников. Кстати, в этом году для организации ремесленной деятельности в Гомельской области было выделено 15 субсидий. Чтобы получить помощь от государства, нужно не менее месяца быть зарегистрированным в качестве безработного. Если за этот срок человеку не предложат соответствующую его образованию работу, или он не сможет найти ее сам, то можно претендовать на получение субсидии. Ее размер на сегодняшний день около 2000 рублей. Если безработный живет в сельской местности или планирует основать там свое дело, то эта величина возрастает до 2700 рублей. С каждым годом люди узнают о возможностях получения средств, пользуются этим, и у них получаются очень хорошие результаты в конце того, что они хотят увидеть и реализовать свою продукцию. И более того, многие в интернете общаются, делятся опытом. То есть это не только любимая работа, а еще и общение для тех, у кого не хватает, нет возможности общаться другим способом. Есть безработные, которые получили субсидию и вышивают картины бисером. Есть безработные, которые получили субсидию и делают открытки ручной работы. Есть безработные, которые шьют игрушки, которые пользуются достаточно большим спросом во всем мире, а не только у нас. Сейчас в Беларуси насчитывается около 23 тысяч ремесленников, из которых в Гомельской области примерно 2700. По сравнению с прошлым годом их количество в нашем регионе увеличилось на 700 человек. Интересно, что лет 10 назад в стране в качестве ремесленников было зарегистрировано немногим более 200 человек. В следующей программе я познакомлю вас с двумя гомельскими ремесленницами. Одна из них, кстати, не только талантливая мастерица и художница, но и настоящая бизнес-леди, а вторая – уникальный мастер, которая единственная в Беларуси работает в технике крэйзи. К другим новостям. Инфляция в марте в нашей стране составила 0,3%. Эта информация размещена на сайте Национального статистического комитета. Больше всего в прошлом месяце подорожали услуги – плюс 1,2%. Совсем немного в марте увеличились в цене непродовольственные товары – плюс 0,3%. А продовольственные, наоборот, подешевели – на 0,1%. Всего с начала года инфляция составила 1,7%. Непродовольственные товары подорожали за три месяца на 1,1%. Продовольственные – на 1,5%, а услуги – на 3%. Напомню, в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 0,5%. А сейчас о конкретных ценах, изученных на центральном рынке. Огурцы стоят от 3,20 руб. до 4,5. Помидоры и кабачки – около 4 руб. Черри – от 5 до 5,5. Свежая капуста – от 2 руб. до 2,5. Цена на редис начинается от 2 руб. и достигает 4. Перец стоит около 7. Цены на фрукты. Яблоки – от рубля 40 копеек до рубля 70. Мандарины – от 2,20 до 3. Апельсины – от 2,30 до 2,90. Помыло – стоит почти 4 руб. Груши – от 2,30 до 4. Кишмиш – 4,90. Лимоны – от 3,20 до 4. Гранаты – от 5 до 5,30. Цены на мясо и птицу. Домашняя индейка стоит 10 рублей. Ее филе – 18,19. Кролик – 12,13. Баранина – 12. Домашняя курица – 9. Свиная полиндвица – 8 рублей. Грудинка и окорок – 7,50. Шея – 8,50. Филе – 10, сало – 5 рублей. Голени и ножки – 2,50. Почки и сердца – по 5. Телячья вырезка стоит 15 рублей. Окорок – 12, шея – 9. Грудинка – 7. Ребра – 6,5. Кости – по 2 рубля. На этом у меня все. Встретимся через неделю. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...